добрый день мы продолжаем с вами знакомиться с таблицами в ворде и сегодня мы разберем следующую ситуацию в прошлый раз как видите мы делали табличку в которой много столбиков но в этих столбиках информации немного то есть нам достаточно было просто повернуть шапку на 90 градусов и в общем-то информация вся у нас поместилась но бывает что действительно здесь множество цифр или скажем там сотни тысячи или есть какие-то знаки после запятой и таким образом вот такими узкими колонками уже не пойдешься в этом случае можно вставить таблицу на альбомный лист то есть повернутый ширину а не в длину ну и тогда автоматические столбики станут пошире и наши цифры вполне могут поместиться иногда это вызывает какие-то проблемы то есть некоторые берут оставляют в этом месте пустой лист для того чтобы нумерация сохранилась создают отдельный файл и в этом отдельном файле разворачивают листы в альбомную ориентацию там делают отдельные таблички все это абсолютно не нужно потому что в орде есть возможность вставить любую информацию документ хоть в альбомной хоть в книжной ориентации то есть это без проблем абсолютно каким же образом все это реализуется дело в том что в орде есть такая полезная вещь как разделы то есть разделы это какие-то фрагменты документа которых может применяться отличное от остальных разделов форматирования страниц то есть страницы могут быть конкретном разделе допустим не книжной альбомной ориентации могут быть другие поля может быть свой фон если необходимо листа поля другие ну что угодно значит мы сейчас не будем подробно рассматривать разделы рассмотрим как это делать с таблицами да то есть не используя вставка раздела мы просто настроим какой-то кусочек листа в котором у нас будет табличка и повернем его как бы альбомную ориентацию как это делается итак переходим на новую строку еще раз репетируем убираем красную строку сразу же она нам не нужна выравниваем по правому краю печатаем название это у нас уже таблица 3 выравниваем по центру пишем название таблицы enter так что-то у меня получилось таблицы есть теперь готовим форматирование под саму таблицу то есть ставим интервал 1 но очень важно саму табличку не вставляем пока вот мы кроме вот этой строки которая у нас сейчас пустая вставлена после заголовка мы делаем еще одну пустую строку то есть еще раз нажимаем enter и вот теперь нужно очень внимательно смотрите мы выделяем строку таблица 3 выделяем название таблицы тут это может быть одна строка 2 ну сколько у вас это занимает и первую пустую строку после названия таблицы то есть тут у нас внизу еще вторая пустая строка но мы ее не трогаем после этого заходим в разметку страницы сразу же открываем вот тут параметры страницы на этой панельке все вместе выбираем альбомную ориентацию ведь уже неплохо единственное что word почему-то я не знаю почему но довольно часто он путается с полями смотрите если у нас страничку как бы развернули на 90 градусов по часовой стрелке да то большое поле вот которое идет на подшивку с левой стороны она должна у нас оказаться сверху а у нас она почему-то оказалась снизу поэтому посмотрите верхнее поле у нас должно быть больше в данном случае это будет три сантиметра так а нижнее поле полтора сантиметра ну а левое правое это те которые на самом деле верхние нижние вот они по два сантиметра и остаются и вот теперь очень важный момент посмотрите вот здесь нижний вот этот блок написано образец применить ко всему документу нам ко всему документу не нужно да то есть нам нужно только к выделенному нами тексту вот теперь у нас все готово жмем ok и давайте посмотрим что получилось вот у нас идут странички книжной ориентации вот мы вставили лист с альбомной ориентации после этого пошли дальше странички с книжной ориентации то есть принципе все что нам и нужно все возвращаемся наш листик тут у нас есть пустая строка уже по идее оформленная да один интервал все правильно вот теперь мы вставляем здесь давайте табличку точно такую же 15 столбиков окей и видите разница есть вот это уберу так сейчас я просто подгоню вниз странице чтобы было видно разница теперь давайте сделаем такую же операцию как мы делали вот здесь но я думаю так как эти столбики пошире мы начнем не с пятого столбика а с четвертого так так можно было наверно третьего так ширина тут ширина 4 сантиметра и тут я сделаю 4 сантиметра чтобы одинаковые были первые столбики здесь мы делаем одинаковые ширины вот теперь сравните первые столбики у нас одинаковой ширины но за остальные посмотрите насколько они разные то есть эти значительно шире таким образом скорее всего данные у нас поместятся если урок был полезным подписывайтесь ставьте лайк вопросы задавайте в комментариях и до встречи давайте Продолжение следует...